МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не потому, что у них какие-то настоящие проблемы с внешностью. Нет, они просто настолько привыкли к тому, как выглядит их внешность после обработки всеми возможными фотошопами, что и в жизни хотят получить такое же лицо, а иногда и тело. О смене внешности и подмене реальности. Матвей Шестаков. Явно не на такой эффект рассчитывали именитые дизайнеры, когда приглашали Деми Мур стать лицом их коллекции. Актриса грациозно вышла на подиум, но вместо восхищенных вздохов в воздухе повисло неловкое молчание. А после закономерный вопрос, что с этим самым лицом случилось? Скандал попытались было замять, показали публике несколько якобы свежих фото, но вопросов от этого меньше не стало. Всем и все понятно зашептали злые языки. Деми уже под 60, за спиной три неудачных брака. В первую очередь это неуверенность в себе. Во-вторых, это надежда, это даже волшебная палочка в детстве. Была бы у меня волшебная палочка, и был бы я счастлив. Ну, например, одинокая женщина, которая ощущает свою женскую несостоятельность. И она придумывает себе такую обманку, что если она сделает вот такие губы или уберет вот такие уши, то сложится вот то счастье, о котором она мечтает. И неважно, кто ты, голливудская кинодива или студент из провинциального городка, жестокий мир диктует свои, причем иногда весьма специфичные стандарты красоты. Ну а современные технологии за долю секунды могут создать иллюзию изменения внешности. Все началось несколько лет назад, когда в интернете появились первые фильтры и маски. У истоков, кстати, стояли украинские программисты. Компания Snapchat выкупила у них технологию за 166 миллионов долларов. Милые собачки и котики всем быстро поднадоели. Как и простое ретуширование прыщиков и улучшение тона кожи. Сегодня при помощи интернет-фильтров можно примерить на себя образ Волан-де-Морта, костюм Берни Сандерса, все помнят его на президентской инаугурации, или, например, узнать какая-то песня Филиппа Киркорова. В общем, простая и безобидная трата времени, если бы не одно но. В последнее время всю большую популярность набирают фильтры с эффектом пластических операций. Причем вот, чтобы все и сразу. Соцсети поначалу даже блокировали такой контент. Мол, фильтры должны приносить исключительно положительные эмоции. А тут одно расстройство. Расстройство личности. Snapchat-дисморфия, как назвали синдром специалисты. Наш мозг то, что видит, воспринимает правдой. И если нам каждый день показывают идеальную картинку, рано или поздно мы хотим соответствовать этой картинке. Человек просто перестает воспринимать себя таким, какой он есть на самом деле. Ну а дальше неудовлетворенность, депрессия, а иногда даже и суицид. Я использую фейстюн, чтобы стереть горбинку на носу и немного увеличить губы. Я уже устала этим заниматься. Иногда у меня даже болит спина. В конечном итоге я подумала, что мне проще сделать пластическую операцию, чтобы стать той девушкой с фотографией. И таких, по данным соцопросов, среди пациентов пластических хирургов больше половины. В основном люди молодые. Они готовы ложиться под нож исключительно ради красивых фотографий. Это большая беда. Приходили, приходят и будут приходить с картинками. Не только из Инстаграма. 18-летние. Как они выглядят в 18 лет. Потом, как они выглядели на свадьбе, свадебной фотографии. Как они выглядят сейчас. Они хотят себя сравнивать. И не то, чтобы что-то новое азиатские бьюти-блогеры. Вот уже которые десяток лет создают иллюзию цветущих, большеглазых, белокожих школьниц. Несколько часов работы и тонны декоративной косметики. Япония и Южная Корея подарили миру немыслимые методики по уменьшению носа, увеличению губ и созданию мужественных изгибов нижней челюсти. Западный мир тренды быстро подхватил. Много лет американские телезрители пристально следили за метаморфозами семейства Кардашьян. Ким и ее сестры возвели внешность в культ. Все знают, что и где они себе увеличили. На себя прежних сестры уже мало похожи. Впрочем, всех по-настоящему превзошел глава семейства. Был олимпийский чемпион Брюс, а теперь телезвезда Кейтлин. Мы же все девчонки, и мы все так хотим. Ноги как у Кэндл, попу как у Ким. Ну а вслед за филейной частью точно такой же нос, разрез глаз, губы и скулы. На выходе получаем толпу абсолютно одинаковых девушек. Вот, например, четыре пассии известных российских рэп-исполнителей. Найдите десять отличий. В соцсетях шутят. У них что, и внешность супруги в контракте прописана? Любовь, увы, приходит и уходит, а тюнинг остается. Целая когорта бывших жен теперь ходит по телешоу и громко заявляет, что не пластику делали, а в себя инвестировали. Стало моддом демонстрировать то, что ты что-то сделала. Потому что это как сумка Биркин. Понимаете, если у меня есть эта сумка, всё в моей жизни, всё произошло, о чём я мечтала. На кого ты похожа? Я похожа на твою мечту. На шо? На твою мечту! В погоне за этой самой мечтой, отмечают психологи, многих, увы, заносит. Больше половины пациентов обращаются к хирургам ещё раз, а потом ещё раз. И так может продолжаться до бесконечности. Толпы людей, пытающихся изменить себя от и до до так, что иногда теряется человеческий облик, к хирургам ринулись тогда, когда пластические операции перестали быть чем-то далёким и недоступным. Специалистов много, цены снижаются, да и оптом, как известно, дешевле. Сначала я накачал губы, потом мне прооперировали щёки, затем была нижняя челюсть и, наконец, подбородок. Украинка Анастасия Покрещук в соцсетях скромно называет себя просто королевой. Всего за год из обычной киевской девушки она стала настоящей гарной девчиной. Все процедуры, кстати, делала сама. И благодаря скулам вот единственное что, меня узнал весь мир вообще. Мне пишут, что, бывает такие же смешные очень комментарии, мои самые любимые, я всегда про это говорю. Что у меня кто-то написал, что у меня в морде как будто бы застряла тарелка. Клиника, тактично говорят специалисты, отведя в сторону глаза. Если раньше пластику делали по медицинским показаниям или с целью продлить молодость, и то только после беседы с психологом, а ещё лучше с психиатром, то теперь всё изменилось. Пациент превратился в клиента, а тот, как известно, всегда прав. Если есть небольшие изменения, и мы его отправляем к психологу, то первое, он не дойдёт к психологу, он уйдёт, он обидится, и он уйдёт к другому врачу. Эстетическая медицина – это не функциональная медицина, это продажники. И то, как у тебя получается продать свою услугу, от этого будет зависеть твоё качество жизни. Качество жизни врача, но никак не пациента. Нос бразильца Родриго Альвеса практически не дышал, глаза не закрывались, а улыбка больше напоминала звериный оскал. Живой Кен, как он сам себя называл, перенёс 60 пластических операций. Ну а когда врачи сказали «хватит», он решился на главную метаморфозу своей жизни. Кен превратился в Барби. О мой бог, это великолепно! Чем больше, тем красивее! Стало ли Джессика хоть чуточку счастливее Родриго – неизвестно. В соцсетях по-прежнему лишь шепотажные фотографии в гордом одиночестве. «Счастье, увы, ничем не накачаешь, никуда не пришьёшь и никакими фильтрами не нарисуешь». Матвей Шостаков, Юрий Тимошин, Елена Микертычева. В центре событий. И на этом мы с вами прощаемся. До встречи в следующую пятницу, также в 22.00. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин